Спустя двухлетний период работы на территории Крыма в Госкомрегистре подвели итоги. Это и преимущества, которым рады, и недостатки, с которыми в ведомстве настроены бороться. За весь период деятельности в Госкомрегистр поступило порядка полутора миллионов заявлений на предоставление госуслуг. За последний год количество обратившихся возросло почти в три раза. Но качество оказываемых госуслуг пока не столь идеально, как хотелось бы, рассказывает руководитель комитета. Из-за нагрузки качественный фактор пока хромает. Но в ближайшее время эту проблему обещают решить. Кроме того, находят и значительные плюсы в работе Госкомрегистра. К социальным достижениям, полагаю, справедливо отнести отмены Государственной Думы Российской Федерации и государственной пошлины для крымчан и крымского бизнес-сообщества до 1 января 2017 года. Но мы ходатайствуем о том, чтобы этот период был бессрочным. Все права, которые ранее возникли и подтверждаются установленным законом документами, свидетельства, договора, решения суда и прочее, чтобы внесение сведений в единый госрегистр прав и выдача документов российского образца были исключительно бесплатны. Если брать в расчет земельный надзор, то здесь Госкомрегистр тоже преуспел. За весь период выявлено почти 600 нарушений. Общая сумма штрафов около 12 миллионов рублей. В целом в комитете уже определены задачи на будущее. Это работа с архивами, в частности с расширением архивного фонда, повышение качественных показателей, кадровые перестановки, проведение кадастровой оценки стоимости земельных участков.